Это такое детское искусство. Кстати, говорят, что оно очень связано с фекалиями. Это же жизнь невзрослого подсознания. Дети вообще любят мотив фекалий, потом они любят про трупы, мертвецы, разговаривают про чёрные-чёрные... Чёрные, просто они летят по городу. Ну да, да, да. И вообще в чёрной-чёрной комнате. И ничего опасного, кроме как для жены, нет в том, что он бегал голым и кусался. Здравствуйте! В эфире программа «Школа злословия» на канале НТВ. И мы её ведущие. Авдотья Смирнова и Татьяна Толстая. А в гостях у нас сегодня художник Олег Кулик. Олег, вот первый вопрос у меня такой. Вот мы сталкивались с тем, что, например, поэты, поскольку художников с поэтами многое связывают и их часто сравнивают, поэты особенно хорошие поэты. Как правило, люди очень умные. А художники, в особенности хорошие художники, как правило, не соображают ничего. Как вы думаете, с чем это связано? Вы меня задаете как хорошему художнику или как плохому? Ну, как художнику, наверное, как хорошему. Я связываюсь с тем, что хороший художник, достигнув или иного мастерства, начинает работать открытым чувством. Он же чувствует те вещи, которые нужно делать. Он руководствуется формой, диктует следующую форму. Он её не придумывает, как в начале. Он не учится на каких-то образцах, которые выражаются вербально. Он же учится на визуальных своих же открытиях или чужих. Это вы имеете в виду, прошу прощения, современного художника или художника вообще? Я думаю, художника вообще. Вы знаете, я очень долго, например, я помню какие-то дневники читал художника, и всё удивлялся, почему такие идиоты действительно. Чем больше мне нравится художник, тем больше... Мы читали дневники Ван Гога. Да, я читал. Это же просто... Или белокруа, просто образец. А что глупого в дневниках Ван Гога? Глупого, что он, в принципе, не анализирует жизнь, как рефлексирующий человек. Он говорит об этом, как человек, который чувствует напрямую. Он о своих чувствах говорит. Ну? Ну, это же как бы странно говорить о чувствах. Надо как бы чувствовать. А чувства говорят, я люблю, я люблю. Это вы мне говорите, художнику слова? Нет, ну вы другую. Что странно об этом говорить? А вы знаете, мы говорим всё-таки... Ведь писатели тоже очень часто... Вы дураками. Понимаете? Это как комплимент я говорю. Извините, я не могу такого комплимента понять. Да. Давай так, дневник Ван Гога. Хорошо, конкретно потому что. Хорошо, что у нас конкретный разговор идёт. Так, вам не нравится, что он описывает свои в словах? Нет, нет, наоборот, мне очень нравится. Это как раз не подтверждает, потому что он великий художник. Так. Что он совершенно не может... Вы что-то сейчас скажете, что вы разочаровались. Я разочаровался, что... Я долго разочаровался тем, что художники часто, которые мне нравятся, не очень умные. Так. А потом я понял, что на самом деле это и есть правильный путь. Это и есть как бы вот достижение совершенства. Ты должен отказаться от этого, чтобы выйти на возможность, чтобы чувство тобой руководило в твоих работах. Эмоции. Насколько я понимаю, художник должен быть идиотом для того, чтобы острее чувствовать... Подождите, не должен. Просто он должен заново стать умным. Просто жизни всегда хватает на это. Например, там, Леонардо ведь тоже был не семи пятей во лбу, но к восьми... До восьми примерно, до двенадцати с половиной. Нет, нет, ребята. А что у него глупого-то было? Ну, вы его биографию-то знаете, Леонардо? В общем, что-то так я знаю. Собственно, более подробно. Вы знаете, это, в общем-то, он учился больше всех, кто только может. Он это, видимо, чувствовал. Он был очень неглупый в каком-то таком высшем смысле слова. Он понимал свои слабости. И учился лет двадцать своего учителя. Это признак глупости? Ну, в этом смысле понимание того, что ты еще как бы недостаточно самостоятельный. Человек, который долго учится, он все-таки еще ученик. Он не способен самостоятельно. О, как вы. То есть аспирант глупее студента. В знаком-то смысле, да. И гораздо глупее, например, солдата. Потому что солдат должен учиться в одном учреждении, в школе. Вот две вершины. И еще не поступил в другой. Две вершины. Конечно, человек, который пойдет по маленькой вершине, быстрее поднимется. Он уже на вершине. Человек, который пойдет по большой, он еще не на вершине. Этот уже его обогнал. Но когда он поднимется... У этого уже расти больше некуда. Но когда этот поднимется, он будет выше его. Но все-таки он поднимется позже, чем этот. За свою вершину. В чем смысл достижения, какой бы то ни было вершины? Если знания бесконечны, мир огромен, да, собственно, и вселенная без... Знания бесконечны для Бога. А для вас они конечны. У вас есть своя цель, своя миссия. Например? Я не знаю, какая у вас миссия. Я как бы говорю про каждого человека конкретно. У каждого человека есть своя вершина. Уже я знаю, когда я достигаю. Ну, вы это почувствуете. Я очень давно наблюдаю за тем, что вы делаете. Я была вашей покойницей, как куратора, когда вы работали в Реджине. Я отдаю должное вашим дарованиям как художник. Я понимаю, что вы человек талантливый. Другое дело, что это не то искусство, которое я люблю. Я при этом знаю, что вы чрезвычайно склонны к манифестации вообще, да. Вы всегда так или иначе работали эпатажно. Это я не эпатирую сейчас. Ну, хорошо. Я пытаюсь вам помочь. Как-то не странно будет выглядеть. А нам не тяжело. А вам тяжело? Нет. Это видно просто по вам. Ну, что вы славу. Хорошо. Дай Боже. Скажите, обозначьте нашу проблему ценам тяжело. Ваша проблема – излишняя любовь к классике. Большой культуре. Поясните. Большая культура очень соблазнительна. Потому что она тебе как бы дарует бессмертие. Вот. И я понимаю, так сказать, некий критический пафос людей, которые действительно достойны попадания в большую культуру и могут ее понять и оценить, и нести этот груз. Но, с другой стороны, большая культура, она как бы, эта вещь в себе, она не имеет входов никаких. Непонятно, как туда попасть. Почему? Вот вы сказали, нести этот груз и достойно попасть. То есть, метафорически вы изобразили это как исключительно тяжелую вещь. Да. Неприятную. Да. И второе, что достойно, недостойно, то есть, как некоторую награду, которую можно получить, можно не получить. Да. И третье, что вы сказали, что там где нет дверей. Почему? Ну, потому что эти двери нужно пробивать. Откуда? То есть, вы мыслите себя в каком царстве, из какой жизни. Мне кажется, что оттуда вырваться нельзя. Из жизни? Нет. Из большой культуры. Из того, что называется большой культурой, мне кажется, что это легкий, райский воздух, и не хочется его бросить. То есть, мне надо выходить в загазованное пространство современной жизни, и я не хочу, я хочу всеми силами там удержаться. Легко, отвечает мне жизнь. Возьми это и это, оно всюду стоит, оно всюду висит, оно всюду продается. Возьми и пей этот райский воздух. Да, у вас все приятно, это иллюзия полная. Вот что вы не любите в большой культуре, что он туда не попросит? Да, вы знаете, я очень мало внимания обращаю внимание на большую культуру. Это мой недостаток. Возовите три вещи, которые вам приносили. Дырку туда я пробил. Я совершил поступок. А вот вы его как раз совершить не можете. Я сейчас не собираюсь... Это написано у вас на лице. Нет, я не собираюсь совершать поступка, поступка, да, сходного с вашим, потому что вы говорите, что поступок – это про не знаю небольшую культуру, а я изнутри смотрю, потому что только там жизнь. Но мы сейчас не будем... Вы не можете смотреть изнутри, потому что там все равно попасть, чтобы смотреть изнутри. Это у вас иллюзия, что вы там находитесь. Нет, это у вас иллюзия, что она тяжела. Понимаете? У меня это не иллюзия, потому что я там уже. Из большой культуры? Ну, как бы, да. Да, окей. Пробили. Через что вы пробили? И что вам было наиболее тяжело и невыносимо в большой культуре? Три предмета? Ну, преодоление себя, скорее всего. А в большой культуре что было, скорее всего? Да, три предмета. Ну, вот ее скучность, ее такая мертвость, ее, так сказать, абсолютность. Ну, скажем так. А это что? Вы про что это? Вы, может, Романа Анатолия Иванова имеете в виду? Вечный зов или что? Да почему? Да что угодно. Где скучность? Что скучно? Война и мир скучно. Ну, скучность... Или капитанская дочка? Нет, ну, вы берете конкретные такие вещи. А как? Я имею в виду в смысле, эти все вещи не скучные. Как, знаете, вот, как бы, приходишь на кладбище, у тебя такое, что было на кладбище. Я смотрел, каждая могилка интересная. Вот какой человек, какой портрет, какой цветочек, как за этим ухаживать, все интересно. Ну, по большому счету, ты понимаешь, что это на кладбище. То есть капитанская дочка – это кладбище? Ну, все кладбище, что является большой культурой, конечно. Ну, кладбище, ну, музей, назовите это так. Ну, назовите это абсолютные ценности, это бесспорные вещи. Вам скучно смотреть на эти полотна? Что вам скучно и почему? Давайте конкретно. Я скажу... Самый скучный, ровкий текст. Классический. Для вас. А, вам так надо... Ну, любой, любой текст, который априори все говорят, что это великая вещь. Что все? Вы можете чисто сказать, мне не понравился роман «Бес» и «Достоевка». Окей, приняла. Мне не понравился рассказ человека вот такой-то. Замечательно. Мне не понравилось, что в школе меня заставляли писать сочинения о Татьяне Лагере. Окей, замечательно. Никому не нравится. Вы мне объясните, что вас-то? Почему у вас такое странное... Вот вы бродите, как бы, по границе у Экумены, да? А здесь все нормально, все хорошо. Вы едите, что с земли подобрали? Паданцы какие-то. А там рестораны. Да бесплатные, да раскрытые. Но я же по-другому это воспринимаю. Вы мне так рассказываете, что вот это кладбище, это Экумена, а там как бы червячки. А я вот червячков люблю, что они живые. А там как бы очень красиво все, красивые мраморные кресты. Я так это воспринимаю. Понимаете, я работаю с жизнью. И вот по отношению к жизни вот эти вещи уже стоят на полке. И априори признаны классикой или большой культурой. Вот это вот признание... Кем априори? Не знаю... А сколько лет? 44. 44. Значит, вы хорошо помните советскую власть. И вы помните, что априори считалось классикой в нашей омерзительной советской школе, в нашем омерзительном советском обществе. Но вы же сами различали, например, Роман Тенышевского, что делать, и мунинские рассказы. Вы какую-то разницу видели? Или вы никакой не видели? Априори? Какое априори? Причем здесь какие бы то ни было учителя. 70 лет нам дал бы вели, что хорошо и что плохо. А мы выбирали другое. Давайте я расскажу тогда, может быть, вкратце, как я жил в детстве, в двух словах. Чтобы вы понимали, что у меня не было разделения советская власть или царская власть. Для меня этого не было разделения. Я жил под очень сильным репрессией матери и отца. И для меня это было. И их мнение и представление. Советские они были, русские были, царские. Было совершенно неважно. Я совершенно не знал, в какой стране я живу. Я жил в Киеве, в очень обеспеченной семье, где было главное, что скажет мама, что скажет папа. И это давление для меня и был весь мир. И их представления и были для меня. Вот это хорошее вещь, а это нехорошее. И мне хотелось сделать что-то, что только было бы нехорошее. А не что, говорит, что хорошее? Ну вот что, чтобы было все правильно. Чтобы нас никто не осуждал. Нужно действовать правильно. И они демонстрировали какое-то общество. Общество, которое одинаковое было. И при царе Горохе, и при Сталине. И меня это не очень волновало. И сейчас не очень волнует. Кто там президент, где демократы, где что. Меня волнует, что чувствует моя собака, что чувствую я и общество. Я как животное, как человек. Я на этой границе нахожу. Меня интересует моя биологическая граница. А культура, как бы, это некая придумка социальная, которую мне навязывают. Вот эти современные художники, они настолько потеряли всякий язык общения с тем, что они называют большие культура, что они никогда не говорят о качестве. Они никогда не используют понятие качества. Так они отменили вообще этот критерий. Качество отменено, но при этом они считают, что вот есть хорошие авангардные поэты, есть плохие авангардные поэты. А там не может, во-первых, быть хорошего и плохого, раз оно отменено. Это во-первых. А во-вторых, ты не можешь отменить, на мой взгляд, эту эстетическую категорию. Там прекрасно, уродливо, хорошо, плохо. Прекрасно, непрекрасно. Ну, вот это все. Ты не можешь отменить, потому что она встроенная. Она встроенная. Ты никак не можешь это из себя выбросить. То есть можно выколоть глаза и ничего не увидишь, но сны-то видеть будешь. Можно отрезать язык и ничего не скажешь, но про себя-то текст идет. То есть они пытаются выковырять ту категорию, с помощью которой их могли бы вывести на Божий свет. И показать, что это все ерунда. Попросту говоря. Получается так, что удовольствие от старой культуры, классической культуры, большой культуры, вам отравили родители. Или это ваша легенда? Всяка шпиона заброшена в чужой лагерь, должна быть своя легенда, правда? Скорее всего, это моя легенда, потому что если бы не были родители, я бы их придумал. Конечно, кто-то мне другой отравил. Мне нужен такой большой оппонент, чтобы с ним как-то взаимодействовать. И в этом смысле родители очень подходят. Даже не потому, что они теперь папа и мама, а потому что это некая кровная биологическая связь. И ты от этого уйти не можешь никуда. Меня интересуют те связи, от которых я уйти не могу. От Сталина, Ленина, я могу уйти. От мамы и папы, от своей любви, от своей жены, от своих каких-то... Я не могу уйти никуда. Мне эти вещи очень интересны. А все остальное, что кто-то сказал, что-то сказала, как-то... Это меня не очень интересует. Это в этом смысле я не работаю с культурой. Я работаю со своей, так сказать, кровью, плотью, запахами, чувствами, эмоциями, какими-то вещами, которые очень глубоко сидят в позвоночнике. Это мне интересно. И это интересно как бы внедрить в культуру мне. Вставить. Зачем, если сама культура вам не интересна? Нет, она не интересна как объекта манипуляции. Интересно очень. Но как бы это все в целом. Я ничего не выделяю. Но когда ты туда обходишь конкретно, конечно же, я еще раз говорю, что там, не знаю, есть Бунин здесь и вот это, 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 это. Но я ее воспринимаю все вместе. Все, что не я и не мои, как бы, кровные связи. Вот. Это некая культура. Ну, вот этот стол, это культура. Что вы сидите, так сказать, люди сидят. Вот это все культура. И Чехов, и Бунин, и Достоевский. Ну, вот. Некий огромный мир. Вот. Культуры разные, социально-политической, которые мне что-то предлагают. А я должен это все попробовать на крепость. Попробовать зубами просто. На истинность, на подлинность. Вот это меня очень интересует. Меня это очень возбуждает. Так. То возбуждает, то кладбище. Я абсолютно запрошу. Возбуждает кладбище. Ну, очень многие кладбища возбуждают. Ну, нет, меня кладбище не возбуждает, как раз. Меня возбуждает культура. Как кладбище. Ну, кладбетафора. Плохая вообще-то. Мы это знаем. Я не художник слова. Я могу и сказать не очень удачно. Порстите. Нет, дело не в этом. Ну, не лукашки. Не лукашки. Дело в том, что после первой русской революции появилась вот эта вот субкультура, которая объявила все порождение цивилизации. Вот умение есть ножом и вилкой. Это не очень легкое умение. И до великих стихов, там, скажем, или других проявлений духа, великой музыки объявила кладбище. И в русском опыте это было довольно сильно. Они были... Ничевоки существовали, которые были, как бы, культурные последствия нигилистов. То есть, там нихель, а здесь ничего. Ну, поэты, искусство, живописное пошло по этому пути. И, да, вершины, имея, конечно, черный клавиат Малевича, как он сам и считал вершины, видимо, он был совершенно прав. Действительно, вершины, тот путь, до которого можно дойти. Дальше идти некуда, только уже идет регресс. Ну, поэт Тиняков... Он был абсолютно неправ. Гораздо были более радикальные вещи. Нет, нет, а он лучше всего... Стул, так ли, на это куда были радикальные вещи? Дело не в радикальности, дело в сведении в ноль. Но я хочу сказать, что все вы, так сказать, ваше направление работы с людьми, да, зарабатывая на себе некоторых пиаровских очков. Ваше направление почему-то упорно работает с двумя направлениями. С мертвяками, все гниль, мертвичина, гнилушки, кладбище, вот эти вот черные глаза актрис, да, еще немого кино, обведенные вот здесь черным, а не здесь, как нынче принято. Это потому, что они мертвые все, и вообще все умерло. И второе, это, конечно, испражнения. Фекалии, вот это знаменитый унитаз, который, значит, Яков положил, да, да, Дюшана, который положил будто бы начало каком-то новом направлении, а не правда, в России все это уже было. Все это уже было, и более того, это описано в современной тому времени литературе, да. Вот между двух революций как раз вот это все отношение и развилось, и стало привлекать внимание. Поэтому, когда вы рассказываете мне снова про кладбище, у меня ощущение, что от вас нафталином пахнет. Вы понимаете, вы, так сказать, покрыты пухом и нафталином, достанный из сундука, старикашка какая-то, я сейчас вас удивлю, вот сейчас я скажу, что все умерло, хе-хе-хе. Понимаете, а где же свежий ветер, который вы обещали привнести? Тут, прости, вот какой-нибудь простой рифмач больше ветра привнести. Речь прокурора такая, вы же все за меня ответили, все акценты поставили. Не за вас, я описала вам ваших предшественников и традиции, которые вы хотите влезти. Вы описали, и как раз все акценты и оценки поставили уже, как вот выступили и судья, и прокурор. Ну, наверное, такая... Наше последнее время так принято. Такая точка имеет право быть, как бы, и она существует, и если позволите, я на нее отвечу. А, конечно. Я как раз сказал, что я не люблю кладбище, я люблю только живое, я хочу попробовать это на вкус, зубами, хочу попробовать кровь и пот, и слезы, то, что дышит. А вот вы как раз живете на кладбище, и вы любите только мертвых, вечных, бесспорно оцененных. Вы не любите ничего, что подвижно и спорно. И унитаз положил как раз начало спорности культуре и ее бесспорных ценностей. И то, что нужны живые слезы и кровь, которые не являются приятными. Которые унитазы. Неважно, где они. В современном искусстве очень было много вещей очень живых. Люди прыгали с крыши, люди резали себе вены, люди пели, кричали. Это живое, правда? Это живое, конечно. Примерно, вены живое. Потому что это ощущение полета. Если ты выжил, то ты можешь рассказать об этом. Кому? Кто тебя будет слушать, дурака такого, обдолбанного? Нет, это все, чтобы рассказать. Я понимаю, главное рассказать. Ребята, ребята, хватает. Я крутой. Я с 15-го дожа. Вы знаете, не все возвращаются из этого опыта. Очень многие люди сходят с ума, разбиваются. Я не хочу говорить с кладбище, я хочу говорить с живыми людьми. А с живыми людьми, с точки зрения классики и большой культуры, говорить нельзя. Вы снимаете штаны и, понимаете, тут уже никакой классики нет. Вы общаетесь на уровне тела, на уровне запахов и эмоций. Вы продолжаете, так сказать, бить вокруг того же куста, как сказали бы англичане. Вот только что, последнее, что вы сказали, живая жизнь, броситься с крыши, перевезать вены. Вам не слышно, что ли, эта живая жизнь, которая заключается в том, что я сейчас поиграю со смертью в каш-каш, как говорится. И этим же самым занимались до 14-го примерно года все русские декаденты. Они все занимались тем, что они пускали себе пули в висок, все интересно. Как только надо было идти на войну, а потом сейчас гражданская война, о-по-по-по-по, это я не сделаю, это то не надо, не бейте меня, не расстреливайтесь, какой ужас. До этого они охотно совершенно играли в смертушку. И вы делаете это же, причем это идет у вас даже незаметно для вас через язык. Вы все время про трубчики. А я вам и говорю, что у вас очень почтенная история. Это года с 906-го. Не навешивайте на меня то, что вы не думаете. Если ты любишь жизнь, то, Зина, ты очень много думаешь о смерти. Слушайте, а циротели это большая культура? Я думаю, что да. Я думаю, что это очень большая культура и крупная, и тяжелая. А это хорошее искусство? То есть это не жизнь, это тоже кладбище, циротели. Зуроп Константин же сам по себе такой человек, как бы произведение искусства. И в этом смысле как бы... Дорогой очень. Дорогой, да, яркий, живой, как он тебя называет, пушистый. И сам по себе он такой потрясающий перформансист. И очень неглупый человек. Подождите, он относится к сфере большой культуры? Но это явление культуры. Большой или вот... Подождите, он относится к сфере большой культуры? Но это явление культуры, Зуроп... Большой или вот этой вашей? Ну, видите, вы, наверное, спрашиваете, немножко разделяете его произведение и его самого. Если его это соединить, то это как бы актуальная культура. То есть приколотить его к этому Петру, да? Как их соединить? Ну, как бы, да. Гвоздям приколотить? Ну, он таким нервом является. Просто уберите Зорова Константиновича и как бы все эти скульптуры рассыпят. Я надеюсь, слушайте. Вот и выход, вот и выход нашелся. Я имею в виду непрямом смысле. Так, погодите, я все-таки не понимаю. Кстати, гораздо лучше пусть его скульптуры стоять, чем тогда скульптуры Глазунова бы стояли. Глазунов не делает скульптуры. Не видал. К счастью. Поэтому бессмысленное утверждение, да? Ну, неважно, ну, какие-то вещи, которые бы украшали бы город. Это нейтральные вещи такие, но они, так сказать, но они детские, достаточно наивные. Они никого не гнобят. Ну, только они уничтожают те вещи, которые стояли там до них, и уничтожают пейзаж. А так ничего страшного. То есть как они не гнобят, если это... Глазунов гнобит мне кучу московских видов. Я не знаю. А что вы не знаете? Что-то вдруг вы заробили. Он вам медаль дал, да? Да. Вот поэтому вы заробеете? Угу. А-а-а. Вы академики хотите? Да. А нет, чтобы вернуть, сказать, возьми мне свою медаль. Нет? Слабо? Я вообще, как бы, я человек не агрессивный. Он как бы... Ты в том, да, медаль, потому что хорошо играет, да? Бил, бил, бил. На самом деле мы пытаемся как-то объяснить, потому что я прекрасно понимаю, я читала довольно много ваших интервью и бесед с различными людьми. Мне кажется, что вы до такой степени уже за многие последние годы привыкли разговаривать с критиками, кураторами, там, постмодернистами и так далее и тому подобное, что вот этот вот, вот этот заумь, да, то, что Пелевин так замечательно назвал, в ДПП НН написал, что французские философы похожи на шайку цыган-конокрадов, которые с гиканьем и свистом угоняют в лес. Последние остатки здравого смысла, да, вот как бы весь ваш мир, в котором вы дискутируете, вы абсолютно вот эти цыган-конокрады. Поэтому чем туманнее, запутаннее и противоречивее будет речь, тем она будет многозначительнее. Хотя на самом деле, да, все можно объяснить простыми словами, и только в них проступает смысл. Поэтому мы пытаемся этот смысл просто вытащить из того птичьего языка, на котором вы, видимо, привыкли говорить за последние лет двадцать. Вы вытащили? Нет, пока. Где-то что-то... Вы уходите... Нет, 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 не в этом дело. Дело в том, что вы уходите в такие привычные щели, и там таитесь. Вы думаете, что если вы бросили нам вот этот набор слов, то мы должны там успокоиться, отвалиться, удовлетвориться этим ответом. Но получается, что вы просто не ответили. Потому что вы же не отвечаете на правый вопрос. А если вас ловишь на противоречие, то вы и тут же соглашаетесь. То есть вы запутываете всякий здравый смысл. Понимаете, ну нельзя же так, что там дважды четыре... Ну не то чтобы восемь, а скорее девять. В некоторых случаях двенадцать. Но я знала одну девушку, у которой это было... Вы можете сказать, что я как бы глуп. Нет. Совсем нет. Ну я обычно нелогично, так сказать... Это не меск, что не глупости. Мы... Вы жульничаете. Вы жульничаете, да. Я жульничаю, да. Ну... Вы жульничаете. Может быть, да. Да, я жульничаю. Ну, я могу что-то сказать в оправдание? Или как бы это уже приговор? Нет, почему не походите? Знаете, я имею дело с живыми ценностями, допустим. И работаю с ними. Это как бы жизнь. Вот, как... Кусать людей – это жизнь. Ну а что это? Это смерть? Это жизнь. Жизнь не живет. А что это? Дураковаляние. Да. Ну, дураковаляние, хорошо. Ну, дураковаляние и привлекание внимания к себе, что вполне достойно. Человечество же скучает, потому что вот эту большую культуру, большое искусство, вы у него уже отняли. Тот, кто поводчее и поумнее... Да, вы и ваши, так сказать, товарищи... Вот это небольшая честь. Вот уже им ровно сто лет. Ну, мне так кажется, это большая вам честь. Но вы сделали все, чтобы тропы туда позарастали, в большой культуре. И сейчас человечество начинает томиться. Наиболее ловкие просто идут, берут и читают. Но ведь огромное количество людей даже не знают, что там так вкусно, красиво... Да, наоборот, уже давно забыли о фигуре Льва Толстого. И я как раз его реанимировал, воскресил. Живой Лев Толстой сейчас только был на ремнии. Даже деклары дубы. Да, но когда куры какают, я знаю. Да, живые куры какают. Дело в том, что вы... А, подожди, а до этого... До этого мы не знали. До этого мы не знали. Да, вы знать-то знали. Но он как о покойнике. А сейчас он живой. Сейчас он как бы смежду нас. Как будто он вчера здесь появился. Это проблема, так сказать... То есть мой Львов Толстого, это живой. А когда я читаю его тексты, то он мертвый. А вы видели его живым? Нет. Зачем? Зачем мне его видеть? Его тексты с того момента, как родились, не умирают. Некоторые умерли. Некоторые снахотворные. Но великие его тексты остались живыми. У многих писателей 19 века тексты умерли. Весь круг вокруг Чехова. Потапенко. Никто не читает. А это они блистали. А Чехов живой. Не все то, что происходило каждый день в течение 19 века, есть великая культура, сколько бы это ни было. Но там были люди, которые бессмертные. И в этом смысле они живые. А вы посадили куклу, да, Льва Толстого. Борода испакали. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Всех пустили кур. Они какают. Это смешно в течение одной минуты. А потом? Я унесу это с собой. Я буду думать. Почему это является... А как он вам жизнь испортил? Ну, я сам, конечно, себе испортил. Но я слишком буквально воспринял его идею о прощении. А вы дочитали до прощения? Дочитался, да, до прощения. И как бы, в общем-то, я ушел из дома. И как-то вот поехал на Ясную Поляну. В Ясную Поляну там даже дом где-то купил недалеко. Там жил как-то. И, в общем, настолько запутался в этих вот поисках простоты, что как-то потерял связь не то что с реальностью, а с самим собой. Что я такой, кто я такой, кека, как. И мне очень трудно. Хорошо, что появились какие-то друзья, какие-то... Жена у меня появилась, которая стала как-то, ну, как бы, какими-то референтной группой для меня. И благодаря ей я как-то, так сказать, вот сумел лучше сформироваться. И мне нужно было рассчитаться с Толстым. Так, подождите, только один вопрос. О прощении. Так, а вы мой номер читали? Только честно. Да, два раза. А на корею читали? Да. В воскресенье? Да. Казаки? Да. То есть вы прошли крупные вещи? Крупные, важные вещи. Два Толстого. Это на вас, так сказать, особо не подействовала художественность. А как вы дошли до норовоучений и вот спасения народов, так это вас впечатлило. То есть опрощение же, собственно... Его жизнь, да, меня впечатлила очень. То есть, другими словами, на вас действуют вещи идеологические, а не художественные. Так? Ну, наверное, да. Да? Да. Наверное, да. Я еще, наверное, так сказать, очень зрело. Их воспринимаю, да. Ну, не знаю, я принимаю какие-то идеологии, скорее сам их вырабатываю на основе каких-то фактов, скорее всего, и они могут быть достаточно примитивны. Но благодаря этим я как-то существую и формирую себя. Это может быть. То есть для вас проповедь важнее поэзии? Была, да. Да, была, да. Вы смотрите программу «Школа злословий» на канале НТВ. У нас в гостях Олег Кулик. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, Олег, а вы сейчас живете в деревне? Ну, вот сейчас, да. В смысле, два дня. Последние. Ах, так. А, спасибо. Ну, вообще, в принципе, я живу в Гвитино, поэтому, как бы он сказал, что я в деревне живу. Я за чертой садовой. И с собакой все время там гуляю в парке. Вообще, в этом смысле, я в деревне живу, да. Ну, в городской квартире? Ванна? Да. Уборная? Да. То есть это не деревня? Ну, нет. Как же, да? А ты, нет? Ну, мне нравится. Ну, психологически я живу, потому что я всегда в парке, ну, когда-то на дачу езжу к каким-то знакомым, и там я вообще езжу к отцу на дачу, вот часто, и поэтому я деревню очень люблю. И более того, я ушел из дома, как Лер Толстой, так он ушел там, не знаю, во сколько это лет. Я ушел в 19-е. Я 4 года прожил в деревне и жену встретил в деревне. И вообще, как бы, я очень люблю деревню, еще люблю очень дикую природу. В этом смысле. А что вы любите в деревне? Я люблю в деревне, что... Ну, вот, наверное, какая-то энергетика легкая, такая, приятная, что я как-то там свободен от давления, от каких-то социальных этих потоков. Я в городе все время, знаете, у меня там сжатие, я все время так чувствую, очень так, ну, знаете, как в бою. Все время ты ждешь какого-то либо нападения, либо какой-то агрессии, какой-то активности, какого-то внимания, какого-то чего-то, чего-то. Вот, то есть, я приезжаю в город как на работу. Причем на работу, такое, знаете, как спускайся в шахту, в забой. Там можно приятно общаться, даже там что-то сделать, ревали, но как-то все время так вот в готовности. Что-то треснет и рухнет, поэтому нужно как-то быстро из заболы подняться и, так сказать, в какие-то безопасные территории. То есть, вас, как бы, травмирует агрессия, которую вы чувствуете в городе. Конечно, да. Но ведь то искусство, которое вы делаете, всегда агрессивно. Никогда не агрессивно. Ну, простите, кто кусал за ноги людей, когда вы были собакой? Я, что ли? Или я? Я даже готов заплакать за этих людей. Но, знаете, в каком смысле я их не кусал. Они меня кусали, действительно. Вот не шутки, вы скажете, да я с жены, мне было интересно. Это же интересно, позволить себе кусать других людей зубами за ног. Я кусал людей зубами за ног. И это вам было приятно, у вас был выход агрессии. Ну, признайте. Это же была агрессивная вещь, что за ног не хватало. Мне было больно, мне было стыдно, мне было мучительно тяжело. Мне это нелегко давало. Ну, вот все испортно. Я же вам честно все рассказываю. Хорошо, давайте я буду опять, вот, знаете, вот, как бы, начинаешь, как бы, вы меня вытаскиваете на искренность, я вам говорю искренне, и вы вдруг начинаете говорить, ты грешь. Нет. Я не говорю, блин, надо брать. Все, я продолжаю брать. Продолжаю. Наоборот, только что вы хорошо рассказали, поделились, стало очень понятно. Но, вот, с этим самым, с кусанием за ног, я почему-то... Я не только за ноги кусал. Нет, вы говорите, что вам было стыдно, вам было больно. Потом, да, по послевкусию было ужасно, просто ужасно. Вот, есть некоторая программа, в которой я говорю, что вот я хочу быть искренним и честным, как собака, вести себя как собака, которая, когда хозяин умер, она его защищает все равно. Он для нее не умер. Вот, ее не могут хозяина похоронить, она его не отпускает. Он для нее умрет, когда умрет она. Вот, я хочу быть такой собакой. Я для себя принял такую программу. И вот, я еду на выставку с такой программой. Я хочу быть искренним до конца, я защищаю вход, я защищаю людей от искусства, потому что я считаю, что искусство врет. Потому что, как бы, все равно это как бы приложение к супермаркету. Я хочу показать, что искусство это живая вещь, живой человек, живой художник. И я стою до конца, никого не впускаю. И мне это очень трудно. Подходит человек, мне хочется как бы извиниться, я сейчас укушу. Но это будет тогда жалко. Я должен быть убедительным. Я закрываю глаза и ярость на него бросаюсь. Человек начинает меня бить. Я его кусаю, понимаете, как бы такой жуткий стресс. И я радуюсь. Посмотрите на все мои перфорции. Когда приезжает полиция, у меня радость на лице. Боже, ну все. Что там будет уже неважно. И заканчивается. Я уезжаю, вот такой вот. Меня так вот колотит. Понимаете, даже полицейский спрашивает. Твое имя! Я говорю, мне надо выходить или не выходить? Как бы не выходить. Ладно, я еще не выйду. Я начинаю лаять. Мудак, идиот, сумасшедший. Давайте его... Меня толкают в камеру какую-то. Все, я думаю, надо выходить уже. Я говорю, выходит. Твое имя! Олег Курик. Он заговорил. Он заговорил. Побежали за кем-то. Он заговорил. Говорит, ты кто? Это я художник. Ты идиот! Я, конечно, я такой же, прямо вот как бы, понимаете ситуацию? Вот. Я исполнил свой долг. Я выбрал такой образ. Ну, удачный, неудачный. Вот. Я так вот, как бы, вот такой придумал образ. И потом я, как бы, рассказываю, что я чувствую, что я делаю. Что-то я запутался, что я хотел сказать. Ну, как бы, я уже... Первый раз говорите ясно. Да. Все понятно. Вопросов нет. Сейчас как раз понятно. То есть, и вы говорите, то есть, вы таким образом, входя вот в этот стресс, устраивая этот стресс не только другим, но, как бы, прежде всего себе, да? Да. Вы, вот, это и есть ваше искусство, да? Вот этот вот, вот та эмоция... Нет, нет. Искусство есть мое... Та статья, которая выходит в следующий день. Та реакция общественная. Гага Руси же, naked, там, что-то такое, укусила послату, или какого-то жену какого-то Аташе. Или что-то еще. А, вот это... То есть, искусство находится в оценке. Конечно, конечно. Нет, не в оценке. Не в оценке. В том, что реальность, вот жизнь, и среагировала. Я, как бы, уколол, вот, или что-то сделал, какую-то операцию, и реальность произвела это движение, какой-то мощный мир. Вот это меня очень волнует. Это вот и есть произведение. Как? Одну минуточку. А теперь представим себе. У вас здесь какая-то путаница. Теперь представим себе, что вас не было, вы не кусали, вы не лаяли, вы голым не бегали, вы миской не гремели. Но вы пошли, напоили журналиста, к примеру, или там, сунули ему какую-то деньгу, за которую он согласился написать, что если бы все это было. И вот появляется эта статья. То есть, виртуальная вещь. Это обман. Одну минуточку. Я же за... Это чудовищный обман. Мне очень важно. И просто это даже как-то, даже мне как-то странно такие вещи говорить, но действительно, может быть, для кого-то это и важно. Есть продажные журналисты, есть продажные художники, чтобы эта статья появилась в результате вот этих абсолютных моих переживаний, абсолютной подлинности истинности, для меня лично, для моей жены. Если это происходит... Статья важнее самих переживаний? Она не важнее. Переживания никуда не уходят. Но мне очень важна реакция реальности. Я работаю с живым. Я вот как бы не хочу вам возвращать, что я не работаю на мертвом поле, а живое реагирует. Если я глажу девушку, конечно, мне приятно это делать. Но мне очень важен... Это была статья вышла. Нет. Отклик этой девушки. Чтобы девушка сказала, мне приятно, как-то я увидел это выражение. Это важно. Или статью напечатал. Хотя, конечно, я могу сказать, слушай, изобрази, что тебе приятно. Она изобразит, как бы, вот, понимаете, разница. Вы же никогда не узнаете, правда или нет. Ну, если я это поглажу, я почувствую, что идет ток такой. Вот. И этот отклик, у меня будет вот эта вот связь очень важная с какой-то мертвой и разводушной реальностью. Еще такое у меня соображение мелькнуло, что все эти вещи, которыми они вот так вот гордятся, все эти вещи, на самом деле, идут из культуры домашних игр, живых картин и шарат. Домашний театр, который должен быть непрофессиональным, должен. Тогда он смешной и интересной. А иначе там биться на другое, он не дотягивает. А вот эти вот собрались там, не знаю, человек 12, давай играть в шарады или покажешь друг другу живые картины, или английские шарады, когда надо изображать нечто, а твоя команда догадывается, что именно изображено. Все это без слов. Это все очень интересная, веселая игра, которой люди занимаются в свободной от работы времени. Но когда человек из этого начинает делать работу, он нарушает какую-то, переходит границу между пространством. Есть какое-то зонирование человеческой жизни. Зонирование. Вот если у меня нечего делать, я пройду, погуляю на какой-нибудь выставке, и увидев, что бегает голый человек, гремит миской и гадит под себя, я, конечно, остановлюсь и со смехом на это посмотрю. Но я не буду приходить туда каждый день, и наблюдать его в таком виде. Нет, мне не интересно это. Он говорит о живом. Я пойду в зоопарк. Там в зоопарке всегда кто-нибудь один, пыльный, свалявшийся, вот так вот лежит лицом к стене. Я посмотрю, я подумаю, он живой, но почти труп. То есть пройду по всем этим метафорам, которые мне здесь предлагаются. На самом деле ведь это вранье, что вот искусство, актуальность, оригинализм, оригинальность. И ну да, просто хочется как-то вот так вот выпендриться и сделать то, что другие не делали. Понимаю. Олег, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что вот есть как бы некая точка, в которой мы можем договориться. Потому что если мы договоримся о том, что все-таки действительно количество людей, для которых... То, что вы называете большую культуру мертвой, да, вот когда вот так вот кланяются, на самом деле это люди, для которых большая культура – пустой звук. Которые, на самом деле, ее не чувствуют, не понимают, не знают. Абсолютно. Не знают и так далее и так далее. Для них она мертва, поскольку она пустой звук, поскольку они никогда, на самом деле, с ней не сталкивались. То есть наше противоречие состоит в том, что вы исходите из того, что люди глухие, слепые, кретины. Вы пытаетесь каким-то образом у них вынуть бананы из ушей, снять монеты с глаз и как-то настучать им по голове. Правильно я поняла или нет? Ну, может быть, так. Я как бы так не думал. Я говорил, что я общаюсь с небольшим кругом людей. И тот круг, в котором я общаюсь, но я не являюсь для них ни агрессором, ни провокатором, ни скандалистом, ни как бы живым человеком. И я когда выхожу из этот круг, я понимаю, что я стал каким-то мифом, на который должен как-то реагировать самого себя. И если я буду каждому бегать в метро и доказывать, что я хороший, то будет я идиотский. Поэтому я продолжаю эту игру, как человек меня воспринимает, но на тебе еще в большей степени. Ты собака, агрессор. Да, 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 да. Ну и пошел. Ну вот я же говорил, что он собака и агрессор. Жит он своим. Ну вот, как бы, а что мне делать? Я этот образ сыграл. Это образ предельной искренности в искусстве. А он воспринимается как образ предельной агрессии и нигилизма. Переубеждать каждого второго я не буду. Но я уверен, что постепенно сам образ переубедит. Как собака, которая защищает мертвого хозяина. Потом она будет описана несимой в своем рассказе, и она войдет в вечность, в историю. Именно эта собака. А кота можете сыграть? Да я не играю же собаку. Собака для меня символ искренности и преданности. А сыграть я могу кого угодно. Такой-такой-то вид. А как таковое, кто-то должен защищать животных. Кто-то должен быть бессловесным в культуре. Ну, будьте бессловесны. Что я могу сказать? В культуре было бы. Спасибо. Я, наверное, очень сильно устал. Но сейчас я чувствую такое возбуждение. Как-то, знаете, все-таки что-то задето. Что-то задето. Заживое. Ну, удивило, что они намного более живые, девушки, чем, как бы, вот, кажется по передаче. Не знаю, то ли вот, как бы, более, ну, более живые. Живые. Такая большая любовь к большой культуре, к вечной культуре. Вот. Это прекрасно. Это замечательно, наверное. Но, с другой стороны, почему такая агрессия по поводу вот этой актуальной культуры? Спорной, конечно. К культуре маргиналов. Почему такая нелюбок маргинальности всякой? Ведь, понимаете, большое рождается из малого. Любая большая культура, это прежде всего именно культура, которая поднялась, ну, снизу, сверху, пришла из каких-то, так сказать, из того, что не было культуры, из того, что было маргинально, из того, что родилось на краях. Вот, большой культуры и жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ